Добро пожаловать обратно в МК Мобайл, бойцы, с вами Апо, и сегодня в этом ролике у нас будет очередная порция новостей в Mortal Kombat Mobile, обновление 5.0. Самые свежие и самые достоверные информации. Во-первых, обсудим, когда же будет охота за реликвиями. Во-вторых, будущие испытания, какие же нам стоит ждать. В-третьих, будущие наборы, какие же еще впереди. В-четвертых, когда же нам стоит ждать эту низкую башню. И в конец, конечно же, поговорим про слив магазина крипты. 100% информация, ребят. И поговорим, как некоторые блогеры и сообщества по МК Мобайлу вам дали ложную информацию. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Спонсором моего канала является магазин игровой валюты The Apple MK Shop, где вы можете приобрести все услуги для игры Mortal Kombat Mobile, начиная от душ по самым низким ценам среди конкурентов для платформы Android и iOS. Привязка к консоли, покупка боевого пропуска, покупка всех донатных наборов со скидкой для платформы Android и многое другое. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка в описании. Бойцы, давайте начнем по порядку. Во-первых, когда же нам стоит ждать охоту за реликвиями? Охота за реликвиями в нашу любимую игру возвращается 4 августа. Будьте готовы. И во-вторых, какие же будущие испытания нам стоит ожидать от игры? В первую очередь нам стоит ждать испытания на Карабараку 1 августа. А для прохождения испытания на Карабараке нормальная и высокая сложность. Перед последней башней нам нужны будут персонажи из внешнего мира. В последней башне нам нужен будет канут для прохождения испытаний на Карабараку. И после Карабараке 8 августа у нас ожидается испытание на игрок в кости шинока. Перед последней башней для прохождения нам нужны будут только спецназовцы. А в последней башне нам нужен будет Джонни Кейдж для прохождения этого испытания. Будущие наборы у нас в игре, что же могу сказать из интересных? Из интересных нас ждет бесплатный набор маски Драмина. То есть маска Драмина это очень старое снаржение, которое есть у только, наверное, олд игроков. Даже очень старые игроки вкачали эту снарягу до 10 слияния, ребят. В общем, из интересных нам стоит ожидать маску Драмина один раз, насколько мне известно, бесплатно получить. Но только вот из откуда и когда, про это я точно не знаю. Но мои догадки с режима крипты, насколько мне известно. И мои догадки это всего лишь. И из интересных могу добавить, что за прохождение, то есть если вы покупаете боевой пропуск и проходите до 40 этапа, вам дают, предлагает игра спецпродолжение, где есть шанс достать 100% Джин Кейджа и его комплект для Бруталки, ребят. А из интересных донатных наборов я вижу Джокера, Скорпиона и Сонью. Этот набор будет ли за души или же за донат я пока что не знаю. И еще вижу набор с Рейном классическим, Куанчи и Соней. А ты тоже, по-моему, за души, если не ошибаюсь. И, конечно же, у нас ожидается из интересных новый персонаж. Это Рейн, это низкая кровь. В общем, насколько я вижу, у него тоже будет набор с 100% шансов его достать и плюс 2 алмазки. И, как обычно, набор с 20% шансов и набор с Китаной, по-моему. Тут рандомно Китану, не думаю, что будет 100%. И что же могу сказать? Набор с Скорпионом, с Люканом ждут, наверное, все игроки, которые только знают о нем, где можно будет достать за души Люкана, МК-11, Скорпиона, МК-11 и их комплекты для Бруталок. Очень ждем, но пока что неизвестна дата, когда же точно добавят. И, конечно же, в будущем нас ожидает бесплатный набор с алмазкой, насколько мне известно. Это будет в честь выхода анонса Mortal Kombat 1, то есть новые части. Ну, тут, конечно же, показывается, в общем, мы видим два набора. Какой именно будет бесплатный и где будет алмазка, я не знаю. Возможно, один будет бесплатный, а второй просто за донат. Или кто ж знает. И в будущем еще из интересных ожидается набор Бруталити на Sony Blade, где можно будет достать алмазную Sony Blade Холодная Война и Sony Blade классический фильм. Когда же нам стоит ожидать Эденистскую башню в игре? Насколько мне известно, в файлах игры Эденистская башня есть. Донатные наборы для Эденистской башни тоже есть в обновлении 5.0. Только вот дата не точная. Насколько... То есть, мои догадки, я думаю, что после завершения башни колдуна у нас в игре запустят Эденистскую башню, ребят. И тогда же Рейн Эденистская кровь тоже выйдет с этой башни. То есть, добавят в игру. То есть... А теперь давайте перейдем на информацию про слив магазина крипты. Сто процентная информация. Если вы скажете, а вот и чего я уже видел ролик у какого-то блогера в сообществе, в ВК, они уже показали. Нет, ребят, вы увидели фейк информацию. То есть, ложную информацию. Тут есть два минуса. Да-да, тот самый пост, который показали некоторые блогеры, некоторые сообщества на Рейдите и так далее. Во-первых, они, не уточняя достоверность информации, публиковали везде со словами «Это скинул участник», «Это скинул мой подписчик» и так далее. Это была ложная информация. Если вы спросите, откуда же я знаю про это все, то я вам скажу, что я лично знаком с автором данного поста. Это Михаил. У него есть свой сообщество в Телеграме, где он публиковал данный пост. И просто ребята из ВК и блогеры взяли эту информацию, скрыли ватермарк, то есть водяные знаки этого поста, и публиковали со словами «Это скинул мой подписчик» и «Участник моего сообщества», ребят. Я такое осуждаю, то есть человек старается, он делает столько, выкладывает усилий, старания, чтобы делать один пост. В итоге люди берут и просто показывают это как свое, ребят. Я такое максимально не поддерживаю. И я сказал, что там была ошибка, то есть они вам показали фейк информацию. А вот вы сейчас видите, у тебя на экране аргенал пост, то есть достоверную информацию. Я поговорил с автором, и он мне дал достоверную информацию. В общем, за 14 кусков сердец мы сможем получить, начиная от терминатора защитника, Синдал МК-11, Шамцун, Скорпиона ударной группы, Рейна классического, Рейна МК-11, Рейдена классический фильм тоже, Рейдена Инжастис 2, ударной группы Джин Кейджа, Ужаса, Фредди Крюгер, Фужина МК-11, Круготени Куан-Чи, Ночной Волк МК-11, Люкана классический, Люкана МК-11, Люкан Бога дня, Китана Дня Мертвых, Джокер Король Жуликов, классический фильм Джин Кейдж и Эрн Блэк Чёрный Дракон. За 10 кусков мы сможем, то есть покупать и приобрести себе, позволить таких персонажев, как начиная от Киси Кейджа ударной группы, Чёрный Дракон Тремор, Тёмной Судьбы Терминатор, Ронин Токедо, Саб-Зеро Холодной Войны, Круготени Саб-Зеро, Холодной Войны Сони Блэйд, Ассасин, не Ассасин, а Холодной Войны Скарлетт, извиняюсь, Порождение Ада Скорпион, Холодной Войны Скорпион, Кано Черный Дракон, Классический Рейден, Нуп Сайба ТМК-11, Мелина Хишная, Люкан Круготени, Ужаса, Кожаное Лицо, Кунг Лау Круготени, Китана Ронин, Круготени Китана, и Ронин Кенши, Дня Мертвых Эрон Блэк, Алмазная Девора, Черный Дракон Кабал, Классический Джакс Брикс, и Круготени Джакс Брикс, Ужаса Джейсон Вурхес, Дня Мертвых Джейд, Классический Горо, все персонажи из отряда Ассасины Китана, Скарлетт и Джейд. А теперь давайте узнаем, какие же персонажи не будут в продаже за сердечки. Это будет Шаукан, Рептилия, Скорпион МК-11, Рейден МК-11, Кабала МК-11, Джейд МК-11, Саб-Зиро МК-11 и Скарлетт МК-11. А за 7 кусков мы сможем всех 3 барагов достать Тремора Афтершока, Таню Пиромант, Соню Блэйд Комбат Кап, Классического Шансуна, Бараку Ящерицу, Ящерицу Новосайбота, Китана Эдениская Кровь, Старший Бок Кеншей, Комбат Кап Джинни Кейдж, Слэшер Джейсон Вурхес, Ящерица Джейд и Комбат Кап Кейси Кейдж. При подготовке данного ролика мне очень сильно помог Михаил, автор данного поста. Он делает у себя в сообществе, в Телеграме, очень годные информации, которые нету буквально нигде. И самое главное, перед тем, как что-то публиковать, он сначала убеждается, то есть некоторое время, что насколько это достоверно и старается выкладывает только достоверные информации, ребят. Так что ссылка на его сообщество в описании. Подпишитесь, если вы не хотите, чтобы вас обманывали фейк информациями. И если вы сможете написать комментарий всего лишь и поставить лайк под этим роликом, то вы очень сильно поможете в продвижении данного ролика, чтобы люди знали, кто мошенник, а кто настоящий автор и какая настоящая информация. На этом у меня все. С вами была По. Всем желаю мира и добра. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok